Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы продолжаем разговор о Евангелии от Марка, и сейчас поговорим о 10 главе. И начинается эта глава с рассказа о такой попытке фарисеев не то, чтобы подловить Иисуса, скорее перетянуть его на одну из сторон в своем внутреннем споре, потому что среди фарисеев в то время существовали два основных течения, соперничавших и, самое главное, споривших друг с другом. Эти течения действительно во многом отличались по своим установкам, и вот поскольку они и то, и другое течение, гелилиты и шамаиты, видят в Иисусе авторитетного учителя, авторитетного равви, который отчасти, важно для них, обладает влиянием на людей, и, что может быть еще важнее, чьи мнения очень оказываются нестандартными и точными. Вот они приходят к нему и спрашивают. Одни из них считают, что по любой причине можно разводиться, а другие говорят, нет, для этого нужна серьезная, очень серьезная причина, ну вот там, в частности, прелюбодеяние, может быть, ничто другое. Стало быть, они предъявляют этот свой спор Иисусу и спрашивают его, как ты думаешь, кто из нас прав? По всякой ли причине позволительно ли нам позволительно разводиться женою своей? И говорят, что вот Моисей в законе позволил писать разводное письмо и разводиться. Там не слишком действительно обременительная процедура прописана в Моисеевом законе. И вот тут Господь говорит им абсолютно шокирующую их вещь, которую и христиане тоже с трудом оказываются в состоянии услышать. Он говорит, по жестокосердию вашему дал вам Моисею эту заповедь. Потому что фарисеи уверены, ну и мы тоже чаще всего, что от первой до последней буквы, знака припинания, все, что записано в законе Моисеевом, продиктовано Богом каким-то образом, и являются абсолютно непререкаемой, неподлежащей толкованию волей, ясно выраженной самим Богом. Но Господь Иисус вот говорит здесь, что есть некоторая заповедь, в данном случае даже не так важно какая. Некоторая заповедь, которую Моисей дал не потому, что такова воля Бога, а потому, что люди жестокосердны, и они не могут подняться до высоты правды Божьей. Во-первых, это очень серьезное, я бы сказал, откровение о нас самих, потому что действительно мы часто очень выдаем за полноту божественной истины то, что на самом деле является серьезным снисхождением к нашему жестокосердию, на которое Бог пока на данном этапе истории соглашается, но которое вовсе не имеет права существования в царстве перед лицом Божьим. И, конечно, очень много говорит это о религиозном законе, который действительно имеет вот такой богочеловеческий характер. Вообще говоря, ведь, понимаете, для Иисуса очень часто, это бросается в глаза, закон является гораздо больше попыткой Бога открыть людям свое сердце, чем способом разъяснить, что такое хорошо и что такое плохо. И в этом действительно важно помнить, что есть еще человеческое жестокосердие, к которому закон снисходит. Это, конечно, для фарисеев было совершенно невыносимо услышать, потому что они вовсе не готовы были посмотреть на закон вот именно таким способом. Но и мы сегодня тоже, мне кажется, нуждаемся в том, чтобы помнить об этом. В конце концов, правда Божья и полнота воли Божья о том, как может быть устроена человеческая жизнь, она не может существовать вне контекста нашего диалога с Богом. Даже если кажется, что все ясно и понятно, все равно надо переспрашивать, надо обращаться к Богу и надо спрашивать у Него, что ты ожидаешь от меня сейчас. Вот. Дальше евангелист Марк помещает беседу Господа Иисуса с неким человеком, достаточно молодым, по-видимому, очень похожую на то, что евангелист Лука помещает перед притчей о милосердном саморенении. По содержанию здесь очень много сходств, но Марк обращает внимание на другое и вовсе не рассказывает, собственно, притча о милосердном саморенении. Марк говорит о том, что этот молодой человек, по-видимому, состоятельный, богатый, вот он приходит к Иисусу и спрашивает его, несколько подобострастный учитель благий, такая изысканная форма лести, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Обратим внимание на то, что Иисус совершенно не соглашается на подобный стиль разговора. Удивительно, потому что люди за долгие тысячелетия привыкли к тому, что надо, обращаясь к Богу, пользоваться разными превосходными эпитетами. Ваше превосходительство в квадрате. Но когда этот человек говорит Иисусу, учитель благий, Иисус говорит, а что ты меня называешь благим? Почему? Благ Бог. Он не соглашается на эту, в общем, очевидную неискренность и преувеличение в этот момент. Потому что этот приходящий к нему богатый человек, он же не знает христианского вероучения о богочеловечестве Христа. И вот дальше Господь говорит этому молодому человеку, что ну вот у тебя есть заповеди, так и делай, люби ближнего, как самого себя. Удивительным образом этот человек говорит, что ну да, я так всегда по этому пути и живу, ну а чего еще мне не хватает? Удивительное, даже можно было бы сказать восхитительное особенность этого человека в том, что он понимает, что ему чего-то не хватает. Что просто сделать так, как написано, не делай другому зла, не убивай это. Это абсолютно необходимо, там не прелюбодействуй, не ври и так далее. Но это еще не все. Жизнь вечная – это нечто большее, какие-то более глубокие и содержательные отношения с Богом. И тогда Господь Иисус предлагает ему отказаться от всего ради Бога. Как в одной из его притч, она есть в Евангелии от Матфея, Господь говорит о том, что царство подобно купцу, который нашел жемчужину, все продает ради того, чтобы купить то поле, где он эту жемчужину нашел. И вот он говорит, хорошо, тогда отдай все, что у тебя есть, раздай это, приходи, возьми крест свой, приходи и следуй за мной. Потому что жизнь вечная для Господа Иисуса, в отличие от этого человека, который пришел к нему с вопросом, заключается не в том, чтобы что-то сделать, большее, меньшее, более определенное или менее определенное, и получить эту жизнь, и дальше жить, так сказать, у себя дома, этой самой жизнью вечной. В самодостаточности для Господа Иисуса слово «жизнь», и особенно слово «жизнь вечная» подразумевает быть рядом с Иисусом, быть рядом с Ним. как он скажет ученикам своим «я, путь истины и жизнь». Значит, дело не в том, что существует там некое царство, в которое можно теми или иными способами войти, а это царство рядом с Иисусом, в нем самом, в его жизни, в которой мы призваны участвовать. Это очень серьезная, на самом деле, фундаментальная вещь. Понимаете? Потому что обратное тоже верно. В это царство невозможно войти, если ты не становишься в своих поступках, в своей практике учеником Иисуса. Без этого никак не получится. Нельзя без Христа стать подданным Царства Небесного. Для учеников это, помимо прочего, еще оказывается трудной вещью, потому что Господь говорит им, ну вот, посмотрите, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Как трудно бывает человеку, который думает, что у него что-то есть, на что можно было бы положиться, и с чем приходится расставаться, если ты выбираешь Иисуса. Вовсе не подразумевается при этом, что там все без исключения обязательно должны поступать там, вот именно таким способом. Но что для тебя становится по-настоящему важным? Что на первом месте? И от чего ты готов отказаться? Ученики, в общем, оказываются шокированными тоже этой беседой Иисуса с молодым человеком, и спрашивают его, ну а как тогда спастись? А как? Как мы можем действительно свои отношения с Иисусом поставить абсолютно на первое место и ценить их больше всего, да, и быть готовыми отказаться от всего остального? Господь говорит им на это, человекам это невозможно, но Богу все возможно. Как и в предыдущей главе, здесь тоже речь идет о том, что доверие Богу, способность положиться на Бога, это не личная заслуга человека, а дар Духа Святого, который дается потому, что Бог сжалился над людьми. Дальше, снова, еще раз, уже восходя в Иерусалим, приближаясь к нему, Господь говорит своим ученикам о том, что здесь, в Иерусалиме, Сын Человеческий будет предан первосвященникам, его осудят на смерть, убьют и в третий день воскреснет. И, по-видимому, ученики нашли для себя некоторый способ думать, что это такая аллегория, что Иисус имеет в виду, что там будут неприятности, столкновения с первосвященниками, но потом все будет хорошо. Ну, потому что настолько невыносимо для них принять слова Иисуса как буквальный рассказ о том, что будет происходить в ближайшее время. И поэтому, думая, что вот это такая аллегория разговора о грядущей победе, Иаков и Иоанн Зеведеевы подходят к нему и говорят, что вот мы хотим, чтобы ты сделал нам так, дал нам сесть одному по левую, другую по правую сторону, твою в царстве твоем. Иисус говорит им, вы не понимаете, чего просите. Вы просите о том, чтобы участвовать в той чаше, которую я пью, в том крещении, которым я крещусь. А можете ли вы это делать? И они несколько самонадеянно на это говорят, что можем. И тогда Иисус говорит им, значит, надо предаться воле Божьей. Если вы хотите вместе со мной пить чашу, которую я пил, и креститься крещением, которым я крещусь, тогда, как и я, положитесь на волю Божью, на то, что Он даст то, что уготовано тому, кому уготовано, потому что это воля Отца. Если хотите, отчасти это дает нам возможность увидеть весь путь на страсти, таким путем доверия Иисусу, Иисуса Отцу Небесному. И снова продолжая разговор о главенстве, о всемирноисторическом значении каждого человека, слегка, может быть, с некоторой иронией, Господь говорит им по поводу этого желания Иаковой Анны быть по левую и по правую руку от Иисуса в царстве. Он говорит, князья народов господствуют над ними, вельможи властвуют, между вами пусть так не будет, кто хочет быть больше, да будут всем рабом. Ну, в общем, нет нужды особенно разъяснять то, до какой степени мы, в общем, предаем эти слова Христа. И любим председания в синагогах, и любим господствовать друг над другом. Вот, в том числе и христиане. Это, конечно, слова, очевидные совершенно, обличающие нас слова Христа, да, и гораздо больше обличающие нас, чем учеников его непосредственных. Те-то как раз научились не быть первыми и быть всем слугами. Заключает Господь эти свои слова удивительной, важной тоже формулировкой. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить самому и отдать душу свою для искупления многих. в эти слова необходимо вдумываться, потому что так устроено наше сознание и наша традиция религиозная, богословская, культурная, что увидеть самого Сына Божьего, владыку мира, царя небесного, пришедшего служить вот нам и всем остальным самым обыкновенным и почти всегда недостойным этого людям, это очень непростое аскетическое упражнение, если хотите. Увидеть Сына Человеческого, который действительно становится последним, умирает как раб на кресте и становится нашей пищей. и поэтому действительно первенствует в мире. Продолжение следует...